Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Доброе жаркое утро! Сейчас у нас... Сейчас у нас... Сколько у нас тут время? 8.50 на улице. Уже очень-очень жарко. День будет, конечно, такой очень серьезный. У меня открыто еще окно, открыта форточка, открыты двери все напролет, на улицу открыты. Все, вот так вот ветер гуляет, но я думаю, что уже пора закрывать, потому что сюда солнышко повернулось, и уже идет воздух не теплый. Теплый! В смысле горячий. Но вот немножечко есть так сквозняк, то поэтому я пока еще не закрывала. Там у меня уже тушится капустка с мясом. Жду, что сегодня, наверное, приедет дочка. Хотя, не знаю, она говорила вчера, что может быть, но потом сидит у себя там в своей коморке. Говорит, нос высуну, жарко, душно, и никуда выходить из дома не хочется. Ну, как хочет, как хочет. Но я решила все-таки немножко приготовить еды, потому что последние дни совершенно ничего не готовлю. Так, бутербродик с кофейком, с чайком, и больше ничего не делаю. Нету настроения готовить, да и от жары ничего не хочется. Ну, что жарко, это хорошо, конечно. Смотрите, как мы стремимся летом уехать куда-нибудь. Не в холодные же края, а в жаркие. Куда-нибудь на юг, к морю. И девочки, прочла сегодня в интернете такую радостную-радостную новость, что Турция открывает свои границы. Приезжайте, приезжайте, приезжайте. Смотрела отель Golden Lotus. Я там была уже, мы с Аллой там были. Стоят лежаки на огромном расстоянии друг от дружки. А я не понимаю, а если я вдвоем, я хочу же рядышком быть. Да и знаете, как вещи свои оставить. Вот один покупался, другой посмотрел. Потому что идешь, так как я снимаю видео, значит я и телефон с собой несу, и камеру я с собой несу. А вы деньги с собой носите? Или вы их куда-нибудь там прячете? Что я делаю, я не расскажу. А то много кто может услышать. Не только тот, кому это надо. Вот. На этот раз, девочки, путевка будет сумасшедшей. Сумасшедшей. Я уже посмотрела на цены на сентябрь. Потому что раньше, сейчас вот, допустим, взять сейчас и полететь. Но там же так будет жарко. Там будет просто пекло. Я знаю, что мы, когда последний раз были в Египте, с Аллой там под 40 была жара. Ну, возле моря, конечно, хорошо. Но в этом году я, в общем-то, так только сказала все. Пусть я отдам все свои деньги собранные. Пусть у меня не будет никаких денег с собой. Но я хочу, чтобы у меня был отель рядом с морем. Вот так, как мы тогда ездили. С Валей был фам-резидент в Кемере. А потом с Аллой мы ездили. Был голден лотос. Это вот отель. Небольшая территория. Не надо мне эта большая территория. Что мне по ней ходить? Зато мы живем в центре. Вышел, прогулялся по магазинам. Я вот люблю цивилизацию, девочки. Я не могу деревню. Не хочу. Где вышел, пару там лавочек каких-то. И на этом все. Выйти, пройтись никуда нет. Мне надо цивилизация. Поэтому вот я высмотрела сейчас себе отель. Такой, который тоже. Вот второй раз почему-то мне не хочется. Ехать в тот же самый, который, в котором я была. И фам мне понравился. И голден мне понравился. Ну вот хочется куда-то в другое место. Хотя даже вы знаете, что в этом году почему-то фам-резидент не пятерка, не четверка. А еще есть там тройка на заднем плане где-то там. Их у нас нет для нашего города. Его не предоставляют. Вот. И есть зато, зато есть тот, который я высмотрела. Он был раньше очень дешевый. Викинг, но на викинг. Он тоже вот на одной этой линейке. И Голден Лотос, потом фам-резидент, потом четверочка этого резидента. Это забыла как-то, он по-другому немножко называется. И потом Нона Викинг. И он ближе к центру. К этой улице, по которой магазины, где можно прогуляться. Но его, это самое, и мне вот почему-то захотелось туда. Хотя я смотрела видео. Ну, никто не снимал видео так, чтобы можно было посмотреть и понять, что там за отель. Все так общими фразами какими-то. Вот такой-то отель, вот он возле моря. И на этом все. Я пообщалась с каким-то там блогером. Он мне пообещал, что обязательно он поедет. Еще в октябре прошлого, прошлого, да, прошлого года. Поедет, снимет видео, обязательно его выложит. Но я опять просмотрела все, ничего там не было. Поэтому вот не знаю куда, но хочется. А те самые отзывы, конечно, есть разные. Есть хорошие, есть плохие. Но у каждого свое желание. У меня желание, чтобы это был центр, чтобы это было море вышел, и ты у моря в двух шагах. Вот сейчас Лена плюс Ваня канал. Они в Крыму, местность Утес, живут вообще. Вот открываешь окно, балкон открываешь, и вот оно море. Два шага и море. Но там такой вот, девочки, как-то там не берег, а бетон. И там, ну вот для меня, например, это страх. Потому что я плавать не умею вообще. И куда-то там прыгнуть с этой, ну не скала, а как это называть, как это назвать вот этот вот, с этого камня куда-то. Для меня это страшно, конечно. Вот. Но вообще вот пожить в таком месте, это вообще милое дело. Вот смотрю ее видео, ну наслаждаюсь просто. Так, разговаривать можно много, а капуста у меня сгорит. Сегодня тушу капусту. Капусту и мяско. Мясо это филешка от бедра. Ой, девочки, в морозилке много всего. И вот, когда полезу, начинаю что-нибудь находить. Жарю вот таких вот три кусочка. Я их не отбивала, ничего не обваливала в сухарях. Просто посолила, поперчила и положила на сковородку. Немножко обжарила. И потом нашла у себя в морозилке капусту. Это как-то у меня капуста оставалась. Мы ее не хотели. Я ее порезала, заморозила. И она у меня лежала. Добавила лучок зелененький, помидорчик. Ну, конечно, посолила, поперчила. Ну, и вот такое вот блюдо у меня сегодня будет на обед. Не знаю, может быть, Лена придет. Обещала, вчера не пришла. Сегодня, говорит. Ну, вот, говорит, ехать очень далеко. В автобусе смаринуешься, жара. Говорит, не хочу. А вы знаете, как молодые, что они носят? Они сарафаны не носят. У нее джинсы, майка. А потом сидит у меня в прошлый раз, как приезжала. Говорит, ой, боже мой, джинсы прилипли ко мне. Я говорю, а сарафан нельзя деть? А нет, я не люблю. Вот так вот. Поэтому вот ждать жду, а приедет она или нет, не знаю. Снимать я ее не буду, не разрешает. Начинает сразу ругаться, отворачиваться. И поймать, только беру телефон в руки или камеру, все, сразу же отворачивается, и все. Вот так вот. Ну, сейчас закрою это все крышечкой, и пусть оно потихонечку тушится. А я пойду к компьютеру. Да и надо макияж сделать. А то я сегодня еще не красилась. Только я с вами поговорила, пошла на кухню, посмотрела свою капусту. Звонит мне Люда. Я к тебе приду загорать? Твой муж дома? Я говорю, нет, нету. Ура, я приду загорать. Прекрасно, замечательно. Так что капуста с мясом моей не пропадут. Девочки, смотрите, расцвела моя белая роза. Ну, чуть-чуть пахнет. Чуть-чуть пахнет. Выхожу, любуюсь. Выхожу, любуюсь. Не знаю, хорошо ли я видно буду, потому что солнце прямо тут светит. Солнце. Девочки, я не голая, я в сарафане. Я отвязала вот эти вот веревки с шеи, потому что они мне совершенно мешают. Не могу на шею когда-то навязано все. Вот. Так что вот уже мой и беленький кустик расцвел. Красота. Когда-то я очень боялась розы заводить. Говорили, они сложные, с ними сложно работать, за ними надо очень ухаживать. Ну, а потом попробовала и смотрю, что даже практически не ухаживаю. Первое время я их закрывала, укутывала, засыпала, то опилками, то еще чем-то. Теперь ничего не делаю. Как есть, так и есть. Говорю. Выживут, значит, выживут. И они, посмотрите, радуют меня. Красавицы такие. Красавицы. Девочки, пойду-ка я попью кофейку. Или Люду позвать. Не позвать, а подождать. А то потом я сейчас попью кофейку. Потом она придет, попьем кофейку. Немноговато ли они, но будет в жаркий день. Но чайник пойду закипячу. Вдруг она просто чая захочет. Субтитры сделал DimaTorzok